всем добрый вечер давно вы с вами не встречались как меня видно слышно поставьте пожалуйста плюсики и будем начинать отлично будем начинать если будут слышны и лишние звуки открыла окно потому что дышать невозможно у меня окно во двор там гуляют дети лето так что слушайте одним словом и значит девчонки говорю сразу у меня 53 слайда поэтому то что нужно рассказывать буду рассказывать мы будем как всегда то есть будем смотреть где-то теорию и затем практику поэтому если где-то что-то на слайде такое что в принципе что я буду читать что вы прочитаете читайте чтобы было побыстрее ну и в конце и пожалуйста любу давайте обяжем она у нас ответственный человек люба когда будет заканчиваться вебинар ты пожалуйста мне напишешь сделай скрин я сделаю скрин и те кто сегодня пришел на занятия наше привет привет но прибывшим они получат бонус который можно будет потом во первых на себе испытаете этот опыт и конечно потом это все поможет вам в работе с вашими клиентами знакомыми для того чтобы опять же собирать заказики ну что поехали 10 человек у нас есть кто опоздает мы не виноваты запись конечно будет и так очень многие опять же повторюсь что мы с вами никого не обсуждаем мы не осуждая мы все такими были мы все учимся но как вы уже сегодня видели и в принципе очень многие женщины не ухаживают за собой как следует мы уже с вами изучили лицо мы уже с вами изучили руки и мы помним что второе лицо любой женщины это шея и как только начинаешь про это говорить здесь конечно на слайде красивенькая девушка молоденькая все у нее красиво вот затем у нас появляются различные и вертикальные и горизонтальные линии на данный момент у меня есть я думаю видно одна не сильно глубокая вот какой-то прыщ непонятный вылез у меня кстати ну я думаю многих перед нашими делишками появляются прыщи так вот на этот раз меня как-то пронесло на девочки рассказываю как всегда правду ничего кроме правды у меня вылезли прыщи здесь вот над ушами я сейчас даже очки поменяла потому что эти легче не так давят и вот такой вот красавица вот это отвлеклись так больше никто не пришел говорим про шею и так возраст женщины выдает шея особенно чем старше женщина даже если она следит за собой у нее хорошее лицо но за шеей следит и делается правильно поверьте 15 20 процентов не больше если же кто-то и покупает какой-то крем сто процентов наносит неправильно мы сегодня это и обсудим и начнем с биологии хотя я ее не очень люблю но с этой темой нам нужно поговорить и про биологию во первых давайте будем забывать что шея у нас работает постоянно вот я сейчас вам рассказываю меня постоянно туда-сюда хоть чуть-чуть двигается голова дальше получается я разговариваю гортань все двигается тоже шея и давайте не будем забывать что на самой шее вы даже сами себя можете пощупать помацать кожа совершенно отличается она эластичная потому что если бы она была не эластичная а такая же как на лице мы бы с вами фиг повернулись повернулись бы влево вправо делали какими-то круговые движения и так далее и тому подобное я знаю что некоторые бывают о я сейчас ворочаю шею меня может трещать и так далее и тому подобное это кости суставов а мы говорим про кожу и значит из-за того что шея и кожа как я уже сказала сама по себе подвижная она уже создана творцом совершенно по-другому и за шеей из-за этого нужно совершенно по-другому и ухаживать и многие вот я как-то сегодня не это не специально так маечку отдела иногда я могу декольте не закрывать я просто не могу не люблю очень открытых ну не знаю почему вот я не люблю и знаете периодически особенно таких любителей которые любят все на показ очень сильно кидается именно декольте и об этом мы тоже сегодня будем говорить кстати ставьте единички кто видел морщины декольте кто видел пятнистые декольте мы об этом тоже сегодня будем говорить про шею еще куда не шло но декольте тоже старее значит и как я уже сказала из-за того что совершенно другая физиологическая особенность и анатомическая быстрее старее значит чем это связано первое и самое важное хотя у меня и не жирная кожа но увы и ах в коже на шее гораздо меньше сольных желез если не сказать что в принципе там вообще нет то что она может потеть когда жарко это одно особенно девочки особенно когда есть люди которые потеют очень сильно потеют а кожа морщинистая и там в этих морщинах можно девчонки увидеть все что только можно ну то знаете если это бабушка женщина преклонного возраста знаете еще куда не шло но когда это вроде бы ухоженная женщина которая с маяжем которая с маникюром а на шее ого сами понимаете это вообще никак не смотрится дальше то что я сказала что кожа на шее тонкая и слабее 100 процентов дальше получается близкое расположение сосудов то есть если вот напрягаются где-то и так далее вот именно видно вот эти как они называются артерии у каждого по-своему я помню когда меня брат был малый он не мог нормально плакать он если плакал то он орал не зря он сейчас поет и ведущий так у него было видно везде у него на шее на лице виски у него все вот это аж синюшно выделялось то есть есть вот такие люди у которых близко даже посажена дальше вот патологии костного и связочного аппарата гипертонус подкожной мышцы шеи это все показано думаю каждый получается прочитал уже что нужно и в чем суть что как бы это не скорбно звучало но из-за того что шея работает больше всего всю жизнь она быстрее всего стареет как бы это не прискорбно опять же повторю звучало и за ней нужно ухаживать в раннем возрасте с двадцати лет сто процентов и кстати вернемся к лицу у меня есть знакомая у которой морщины девочки начали появляться уже с 18 лет она за меня старше младшая на лет восемь точно но я была в шоке когда увидела ее лицо она сказала у меня с 18 лет уже пошли морщины точно так как бывают седина еще со школы это что мы говорили про анатомию шеи а сейчас мы поговорим про такое понятие как фасции значит есть фасции а есть мышцы вот значит фасции это соединительная оболочка покрывающая все органы сосуды нервы вот все 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 мышцы она есть вот эти фасции животных и у человека и выполняет защитную опорную и трофическую функции значит фасции даже можно сравнить там со связками с сухожилиями то есть какое-то понятие похожее и что фасции содержат так сейчас секунду выключу звук ой 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 что-то я наделала так забыла значит фасции это видите все что беленькая шея получается они сами по себе плотные упакованные и состоят из коллагеновых волокон а мы все с вами знаем что после 30 или после 35 у каждого по-разному коллаген уже перестает вырабатываться в том количестве в котором вырабатывался и поэтому нужно уже искусственный коллаген принимать чтобы быть побольше молодыми то есть ты еще много чего не видела и получается что коллаген девчонки влияет не только на кости как некоторые кости кожи и так далее вот вам пожалуйста коллаген влияет и на фасции которые мы уже сказали что это соединительная оболочка которая покрывает органы сосуды нервы и так далее и тому подобное поэтому коллаген нужен для всего а вот мышцы я думаю мышцы все знают что такое мышцы это вот если с вами разговариваю постоянно что-то делаю они позволяют совершать определенные сгибания их тоже огромнейшее количество я их даже не буду зачитывать потому что опять же повторюсь не химик не биолог и вообще мне очень это далеко но получается мышцы не стареют они могут только атрофироваться то есть если мы не делаем зарядки какой-то мы сегодня тоже будем это все пробовать делать тогда начинает происходить что где-то вот резко повернул что-то где-то треснуло что-то где-то затекло что-то где-то аж головокружение пошло ставьте пожалуйста двоечку кто с этим сталкивался если ты допустим там резко там куда-то дернул там или вперед или в бок и тебя сразу бац то что-то где-то треснула а попробуйте пожалуйста поделать вот такое круговое движение я сегодня репетировала девочки и оказалось что у меня в некоторую сторону не так крутится голова и плюс то упражнение которое мы сегодня с вами будем изучать сразу могу сказать что ни в коем случае не нужно ну там и будет предупреждение делать так как нужно потому что можно докружиться так что грохнуться в обморок у меня до этого стадии не дошло вот-вот-вот хотя в принципе раньше думал о это у бабушек а вот мы недавно разговаривали что мы очень хорошо выглядим чтобы такие молоденькие красивенькие а тут на тебе шея клиник пенсия вот поэтому разберем причины старения значит их в принципе множество но на молодость шеи именно кроме анатомических нюансов про которые мы говорили влияют и другие факторы первое то что я говорила с возрастом уровень коллагеновых и эластичных волокон по-другому фастрии мы с вами уже изучили значительно снижается особенно это усугубляется алё гараж выражение у нас есть такое для тех кто любит загорать для тех кто любит различные солярии и так далее и тому подобное не зря говорят что надо чтобы была шляпа с большими полями воздействие ультрафиолета на коллаген то есть девочки что мы с вами сегодня узнали это не только шея а в принципе кожа то есть если кто-то любит ой я люблю быть загорелой если человек от природы смуглый мы тоже с вами цветотипы изучали это одно но когда человек сам по себе очень сильно над собой издевается вы сами видите что ультрафиолет влияет на коллаген вот поэтому когда мы изучали с вами солнцезащитку говорили что солнцезащитка приводит к фотостарению кожи дальше меняется гормональный фон мы тоже знаем что нужно делать у каждого свой период то есть никто не знает у кого во сколько начнется менопауза например у меня лично допустим у мамы где-то после 50 точно не скажу но вот где-то после 50 у ее родной сестры которая ее старше буквально недавно закончились только вот менструация то есть тетя на три года мамы старше и недавно то есть а ей уже почти в следующем году 60 также у меня есть знакомая у которой 40 уже ничего не было почему я так это подробно рассказываю потому что мы все с вами знаем что пока у женщины есть менструация у нее меньше происходит вот этих в организме механизмов которые приводят к старению всего изнашиванию и кожи и так далее и тому подобное как только это все отменяется сразу вот вот видите это вообще в 35 и девочки для этого мы все я думаю тоже с вами знаем тем более мы все пьем витаминчики что гормональным фоном заведует щитовидка поэтому сами для себя вот я сама для себя съездила проверила щитовидку хотя раньше у меня все было за бест конечно не критично но я пью живицу уже заканчивается первый месяц и заказала келл чтобы увеличить вот именно вот этот женское здоровье чтобы сдвинуть подальше вот эту менопаузу дальше практически любой современный человек проводит особенно мы работники интернета много времени за компьютером смартфоном и так далее книги я даже не беру мало кто сейчас читает книги и что мы делаем вот мы такие красотки когда я с вами разговариваю меня новый покупатель я очень рада и получается мы с вами что делаем мы постоянно согнутая вот шея шея должна быть напряжена почему говорят что ты ходишь повесила голову видели такие которые ходят сгорбленные голову упустили это тоже все влияет в итоге человеку может быть 25 у него уже второй подбородок хотя он принципе по комплекции нормальный это тоже приводит к старению кожи дальше для тех кто любит то полнеть то худеть то полнеть то худеть особенно на 15 и больше килограмм я за вас поздравляю нет конечно худейте на здоровье но не забывайте что нужно не только пересмотреть свой рацион питания но и нужно обязательно правильно ухаживать почему есть иногда вот особенно в тиктоке можно увидеть что похудели это очень классно когда она извините там со 170 похудела но когда посмотришь на ее кожу и понимаешь она похудела она молодец но без операции она не обойдется операцию сами понимаете не каждый может позволить вот и зона шеи декольте очень легко дегидри даже слово я написала дегидратируется то есть видоизменяется из-за того что недостаточно обветвленная поверхностная сеть коллатералей сегодня будет много слов которые для меня это боковые и обходные пути кровотока то есть получается совсем по-другому у нас там расположены кровеносные сосудики и из-за этого она легко деформируется и не факт что она обратно возвращается так что то вот и конечно мы все с вами знаем что шея это индикатор красоты именно второе лицо любой женщины ну а третье лицо это наши ручки про которые мы уже говорили но благо сейчас не все как я уже сказала загоняются именно тем кто как выглядит я до сих пор помню как работала в школе и вот по моему после четвертого урока мы дежурили по очереди в столовой ну чтобы как говорится там было все хорошо после четвертого урока уже ели старшеклассники и знаете не знаю как вот Люба пишет что все таки экология много чего дает и что не говори питание иногда как видел таких старшеклассниц что ты в своем возрасте вот на тот момент там до 30 или же вспоминал себя в школе ты выглядел лучше то есть было совершенно другая и комплекция и там нет талии и вот уже были вторые подбородки и так далее то есть люди сейчас ну на самом деле кто-то загоняется можно сказать а кто-то спокойно к этому относится конечно это еще все идет и из семьи но ни в коем случае не нужно гнобить ребенка у меня кстати есть две знакомых у которых эти девочки были пышечки и знаете когда уже начала формироваться вот эта вот девушка прям все стало при деле все да она не худышка но она где-то 46 где-то 48 но все при ней и когда-то у этого ребенка было все вот так вот можно сказать поэтому опять же говорю что мы всегда верный показатель и пример для детей и обратите внимание на умывание девушки на картинке потому что мы скоро будем говорить что что а шею в конце после умывания нужно именно вот таким вот образом прохладной водой делать вот такую микроциркуляцию с возрастом кожа на шее обвисает как я уже сказала и появляются вот эти вот поперечные морщиночки которые мы все знаем называются кольца венеры вот а в зоне декольте появляется гиперпигментация это веснушки я до сих пор помню как Оксана всегда рассказывает о я когда смотрела там бразильские сериалы я всегда думала а я до сих пор помню что вот эти все бразиль как они правильно бразильчане как или бразильчанки в общем не суть что у них все на свете было веснушка то есть руки шея декольте все полностью полностью хотя лицо в принципе не знаю может там тоналка а здесь было все веснушка вот спасибо а почему появляется гиперпигментация потому что как я уже сказала там тонкая кожа и много много кровеносных сосудов и таким вот образом она защищает себя да не помню как зовут но там была такая черненькая с такой вот интерес корешкой до сих пор помню она была вся 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 рябая такая вот и продлить молодость этой области конечно можно но вы должны сами логически помогать что понимать что чем больше вам лет тем вам будет сложнее вернуть то что было извините там в двадцать лет но вы все равно можете добиться того что вы будете выглядеть намного моложе своих сверстниц и даже людей которые постарше и опять же даже не надо далеко идти так как я этим всем интересуюсь и смотрю вот видите до сих пор помню фильмы с детства смотрю на различных певцов там актеров точнее актрисы и так далее и тому подобное и все равно видишь что здесь даже если не ухаживают даже если какие-то там уколы там подтяжки и так далее и тому подобное все равно шея выдает и вот первое как было я заметила еще вот не помню наверное уже замуж вышла может и нет я помню вот с белорусских певцов Ирина Дорофеева на лицо вроде бы ничего но если ее увидеть не в инстаграм а вот где она дает какое-то интервью и так далее вот очень видно вот эти кольца и у нее их много сейчас я заметила их фишки они здесь или ожерелье какое-то нацепят или какие-то платьюшка что идут с таким вот хомутиком и дальше в общем как говорится можно все что хочешь увидеть но стареют все вот вот вам пожалуйста звезды американские в разных ракурсах вот даже специально полазила можно сказать видно например я не знаю почему но я сейчас вот эти все уколы в губах вижу очень сильно вот но шея все равно стареет нет я ничего не скажу этим женщинам уже далеко за 50 может и больше но все равно но стареть можно по-разному а здесь вопрос сколько мы все знаем что бритни спирс по годам девчонки она примерно как я то есть есть 40 нет и вот пожалуйста может плохо видно но слева она без фильтров а справа она уже с фильтрами в инстаграм вот вам пожалуйста конечно образ жизни дала свое знать но видите чтобы чуть чуть скрыть она повесила какую-то драгоценность здесь тоже вот вроде бы да здесь женщина я забыла как ее зовут актриса она в годах и в хороших годах и вот видно что и губы уже и сколоты или то и лицо подтянут а шеи то ты ничего не сделаешь да ей 70 ей 100 процентов но все таки она звезда поэтому как бы тоже нужно смотреть поэтому провоцирующими факторами для появления преждевременных признаков старения у всех это первое депрессия сто процентов как только у кого-то какие-то проблемы и так далее сразу что люди делают худеют а если ты худеешь особенно если ты худеешь очень сильно сразу ты стареешь потому что как я уже говорила с возрастом кожа уже не та эластичность уже не та и в первую очередь ползет овал лица появляются вот здесь вот морщиночки вот здесь обвисают эти забыла как они называются и шея идет дальше длительное физическое и моральное напряжение переутомление да 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 переутомление вообще темнеет кожа лица появляется серый цвет лица дальше неправильное питание неправильное питание обращаю ваше внимание это не только избыточный вес или допустим там избыточное питание переедание но и недостаточное когда человек допустим отказался к примеру там не знаю от жиров и все мы все с вами знаем что человеку нужны и белки и жиры и углеводы и все и витаминчики и все на свете а он я там этот как его травоядный вот вам пожалуйста травоядный травоядный а потом эти же травоядные начинают сыпаться начинают в первую очередь сыпаться кости дальше ну про это можно не говорить курение и употребление алкоголя влияет всегда и на все дальше через мерная инсоляция про это я уже говорила или сильно загораешь или же фанатки солярия пренебрежение осанкой мы тоже про это говорили что когда ходишь сутулы получается у тебя совершенно даже шея получается как у гуся у тебя становится шея то есть шея должна быть ровненько а у тебя она как будто вот голова идет вперед ну и гормональное нарушение мы про них уже говорили но три главные причины по которым очень быстро стареет это то что я говорила что у кожи шеи зоны декольте совершенно другая кожа то есть здесь более подвижная она более тянется в декольте мы помним что там близко кровеносные сосудики вот и почти нет сальных желез поэтому она быстрее стареет вторая причина это меньшее количество меланоцитов на данном участке меланоциты это то что препятствует именно фото старению то есть нельзя загорать именно шея поэтому если вы вдруг загораете очень часто вижу что девочки лежат и они что сделали накрыли лицо а тут оказывается ох и ах нужно накрыть не только лицо нужно наши накрыть и шею а тут подумаешь а как это я загорю я же загорю неправильно вот поэтому нужно загорать правильно и немного так я уже говорила что эластичность до двадцати тридцати годам уже теряется и третья причина это это что очень многие женщины как я уже сказала вот поставьте пожалуйста пятерочки кто пользуется кремом для шеи и декольте нас тринадцать человек хорошо а поставьте девяточку кто пользуется давно не сейчас а давно и дело в том что вот видите девяток и нет а сейчас подумайте вот девяточка хорошо наталья молодец вот видите сколько процентов из тринадцати один и девочки опять же повторюсь мы никого не обсуждаем не осуждаем но мы не забываем что все имеет накопительный эффект вот я сегодня кидала фотку кстати я показала мужу он бы улыбался но ничего не сказал но на самом деле представьте вот для этого эффекта который я вам сегодня скинула понадобилось десять лет вот отними десять лет вот если кто-то в двадцать пять начал пользоваться кремом для шеи и декольте вот здесь ставим шестерочку вот это вообще но если там двадцать пять начали тебе двадцать шесть то это не честно но я думаю анализ таких нет вот и очень многие забывают пренебрегают поэтому запомните раз и навсегда если уже у вас никак не позволяет финансовые трудности не можете себе купить отдельно крем для шеи и декольте вы просто ее не запускаете вы намазываете лицо но не для рук лицо вы намазываете кремик для лица обязательно пройдитесь по шее как это делать мы сегодня изучим декольте обязательно сыворотку сделали сделали масочку тоже об этом будем говорить поэтому иногда бывает вот я вам показывала контраст что вроде бы на лицо хорошо выглядит а шея выдает возраст и чем больше колец венеры тем больше это все возраст можно быть пятидесятилетней а шея может быть на шестьдесят пять семьдесят так это я уже говорила поговорим как ухаживать за кожей значит во 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 точно годовые кольца только мы не живем столько сколько живут деревья значит первое осанка про это я уже говорила значит сейчас попробуйте сами для себя хорошо выпрямить осанку чтобы лопатки прям легли красивенько и скажите поставьте минусы у кого пошел хруст это уже значит что у вас годами выработанная неправильная осанка значит я на прошлой неделе и кстати каждый день рассказываю после того когда меня схватился я думаю про это все знают значит девочки рассказываю даже не пять минут минутки две три не больше значит я просыпаюсь потягиваюсь лежа хорошо руки ноги потянулась зачем затем руки по все слово вылетело сто процентов так хорошо хорошо правильно пишем это мы делаете для себя значит руку руки по шву и я делаю ногами велосипед то есть лежу и делаю ногами велосипед сначала я делала так 20 раз потом скажу честно мне надоело но 10-15 я делаю значит когда я вот это все дело делала у меня сначала хрустели оба колена сейчас у меня хрустит только правое и то не постоянно и чуть-чуть то есть если раньше было я бы сказала слышно сейчас этого нету я уже это делаю с апреля вот затем я опять же встаю подтягиваюсь очень хорошо просто как ребенок подтягиваюсь расслабляюсь почему потому что у нас мышцы атрофируются особенно после сна вы только что спали особенно если вы резко вскакиваете вообще нельзя резко вскакивать когда прозвенел там будильник нужно обязательно вот это все сделать затем стала потянулась и делаю вот такое вот упражнение сама для себя это хорошо и для осанки и для рук и так далее и в итоге если вы этого никогда не делали будет хруст везде девочки это нормально главное не нужно это так я сделаю там сделаю 30 раз 40 раз вы доделаетесь до такой степени что у вас может закружиться голова и потом будут болеть мышцы вы сами себя переутомните а так получается вы сделали 15-20 раз главное каждый день и все и вас чуть-чуть это все будет налаживаться дальше осанка я сама для себя тоже давным-давно я когда-то помню у меня мама мама всегда говорила не горбись не горбись и я сама для себя нашла сейчас покажу вот так вот ходить вот то есть сложить рук некоторые складывают спереди но сложить сзади и мне иногда до такой степени заходила привычка что я могла вот так ходить вот иду в школу допустим и вот так вот иду и мне ничего не болит у меня руки нормально складывается точно так же из-за того что я когда-то к этому привыкла то есть то же самое как люди там спортсмены у них мышцы совершенно по-другому я могу легко сделать вот так вот два пальца и они меня нормально достают потому что из детства я этим прикалывалась и это делала а знаю очень многих даже детей которые не могут это сделать поэтому осанка должна быть просто выработаться поэтому не зря нам мамы говорили и вы как мамы тоже смотрите чтобы ребенок особенно девочка красиво ходила и это все будет работать на нашу шейку дальше правильная подушка обязательно я не знаю почему но я терпеть не могу стоячие подушки которые вот ты лег вот мне нужно чтобы я легла и подушка пригнулась а не лег и ты в итоге полусидя я помню где-то была в гостях и мне такую подушку я там чуть-чуть поспала и в итоге я понимаю что я просыпаюсь потом меня вообще начала болеть шея и я выкинула ту подушку и спала без подушки поэтому идеальная для меня допустим подушка это 50 на 70 когда-то где были наши лебяжьи я не знаю куда они делись но девчонки это нечто с ними абсолютно ничего не становится абсолютно они не разрываются они не пылят ничего только уже ну как говорится уже сколько они меня ну года три наверное только уже как она насыпка или как это называется ну постирать бы не мешало а так неимоверная подушка если бы они у нас были я бы еще купила вот и получается в сути этой подушки в чем кстати девочки наша гречневая подушка из гречневой лузги мега крутая штучка мега крутая в следующем каталоге по моему она на акции вообще это вас и осанка наладится и у вас перестанет хрустеть вот шея и т.д. то есть вы будете не стояча вот так вот спать вот представьте позвоночники вы вот так спите а так получается вы ложитесь у вас подушка сразу пригибается под вашу голову и вы спите точно так как ходите вот поэтому обязательная система как говорится дальше питание изнутри и снаружи значит мало привыкнуть пользоваться кремами нужно еще поддерживать здоровье кожи правильным питанием значит никакой острой вот я не знаю почему но я в принципе не люблю не соленые не вот эти почему я не хожу по всяким там ресторанам и так далее которые вот там грузинские и так далее для меня все острое прям все острое я максимум иногда куда-то добавлю перец ну хотя может и без и без него я например в супу никогда не добавляю перец меня мой муж быстренько это а с солью вообще меня папа прикалывается ну что соленое я говорю соленое ну значит не соленое я не знаю почему я не люблю такое дальше опять же меньше жирности то например я не говорю что я там правильно питаюсь и так далее но я не люблю много масла когда много вот этого жира не люблю копчености тоже очень редко опять же вот сладости я не исключаю девочки что что а сладкое я люблю это моя болезнь наверное видно да но вот копчености мы очень очень редко покупаем различные там грудинки и так далее и тому подобное нет нет и еще раз нет но не говорю что я там идеально хозяйка у меня нет этой цели но мне больше нравится если уже что купить готовое что-нибудь замаринованное и сделать но не вот это ну только если там гости на пороге грубо говоря и надо быстренько все сделать но обязательно ладно это но я считаю что без чипсов кири ешек что там еще различные вот эти кока-колы и другие красящие водички без этого сто процентов можно обойтись дальше все мы знаем вот Женя нам расскажет если я не права что получается четверть объема обязательно должно быть что-то вот белки мясо рыба и так далее дальше получается каша или там какой-то гарнир это если мы делим на 4 тарелочку значит мясо каша или гарнир там другой а дальше салат я правильно говорю то есть салат у нас должен занимать сколько это получается одну треть нет две трети это моя вода вот и еще например рассказывал опять же про себя меня никто не заставлял я не страдаю вот этим всякими диетами и так далее я вам про это рассказывала но я как-то сама от себя уже года три точно почти не ем хлеб то есть я могу спокойно вот поесть к примеру сало просто с огурцом допустим то есть спокойно мне не надо хлеб да если очень жирный суп иногда когда в кафе я могу заказать солянку тогда да ее я без хлеба есть не могу а вот остальное я спокойно ем без хлеба а вот что касается различных печенюжек и так далее и тому подобное это тоже сладкое но об этом потом дальше очищение и увлажнение то есть это то что идет уход то есть эти процедуры нужно проводить ежедневно значит шею ну если по простому не используем никакие сорта мыла обычные кусковые ни в коем случае или же деликатный гель то есть вы можете умыть той же пенкой или гелем лицо и опять же умыть шею об этом мы будем говорить мы умываем шею вот таким вот образом отключить сверх но ни в коем случае не наоборот так или же крем мыла дальше после того когда вы умылись то что я говорила полезно ополаскивать шею прохладной водой конечно это лучше всего делать когда вы принимаете утренний или вечерний душ то есть я например лично я никогда не умываюсь под душем у меня для душа это на остальное тело а вот правильно все я делаю отдельно на лицо а вот уже шею можно сделать и под душем то есть потом когда вы уже помылись приняли душ сделать слегка прохладный и прям вот эти струечки пустить это будет микромассаж и плюс утром после умывания так как и на лицо на шею следует наносить увлажняющий крем почему я вам говорю что не помешает когда вы наносите на лицо и нанесли и на шею а вечером питательный и опять же я сказала как должны быть расположены движения упражнения для шеи значит сейчас кто с телефоном будете делать с телефоном кто без телефона а в компьютере значит будете делать со мной это упражнение делать легко запомнить его тоже легко все будет скинуто в чат но сейчас не делаем много почему потому что вы до этого не делали и может начаться то головокружение то еще что-нибудь так что не усердствуйте просто попробуем значит выполнять их нужно один раз в день но если вот вы сидите даже за компьютером сами для себя подвигали подвигали и уже будет хорошо особенно если вы долго работали долго сидели но в принципе идет так подождите надо это убрать что мне пишут в принципе упражнение на пять минут и так сядьте ровно значит с прямой шеей спиной расправленными плечами медленно наклоняйте голову вперед и назад чтобы чувствовать как напрягаются ваши мышцы не забываем что шея у нас и сзади находится значит вперед чтобы напряглись мышцы назад можно еще раз вперед назад чтобы вы чувствовали что идет напряжение значит десять раз не повторяем потому что у вас будет перегруз мы просто пробуем дальше наклоняем голову к плечам поочереду вправо влево вправо влево и заметьте я вроде бы наклоняю до упора но я знаю что есть люди которые просто ложат ухо на плечо я уже не могу я уже старикашка дальше медленно и осторожно сделать движение головой в одну сторону и в обратную видите тоже по десять но здесь хотя бы по два то есть сами для себя и опять же обратите внимание что я не знаю как у кого у меня когда я это пробовала хруста не было но было какое-то непонятное гудение в ухе повторяем да дальше постарайтесь прижать подбородок груди и сделайте из этого положения несколько наклонов к плечам значит хорошо прижали и плечи не двигаются вот это тяжело как бы а вот следующее упражнение я как ни старалась у меня не получилось значит высуньте язык и постарайтесь дотянуться его кончиком поочередно до подбородка и до кончика носа и обращаем ваше внимание что мышцы шеи не должны двигаться девочки ну я не знаю как у меня получится но до этого у меня не получалось я даже вообще им двигать не умею в общем пробуйте я серьезно говорю у меня он даже не опускается вниз я могу высунуть его только прямо это просто нонсенс дальше выпрямите спину и шею поворачивайте голову поочередно вправо и влево до упора то есть выпрямили шею и руки и чем дальше туда повернуть и туда повернуть теннисного мячика у нас нет но здесь в чем суть что вы берете теннисный мячик между шеей и подбородком и стараться как можно сильнее его прижать к груди то есть медленно опуская то есть чтобы он вас так чуть-чуть подвигался ну и затем погладьте шею кончики пальца с направлением снизу вверх то есть вот так вот как мы наносим точно так как и двигаем и мы быстренько сделали упражнения но скажите что тяжело из-за того что мы с вами этого не делаем а представьте если бы делать 10 раз кому было тяжело ставим восклицательные знаки дальше обязательно маски и комплексы некоторые девчонки очень огромные деньги отдают за маски ходят как вы знаете ну косметологу я косметологу хожу уже не первый год вот вот и так как у меня это все есть я понимаю ну максимум что мне нравилось там так это альгинантная маска где меня заливали полностью то есть тебя оставались только нотри а получается ну там идет подготовка подготовка и затем так по кругу по кругу пошло 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 и заливалась масочка и затрагивалась немножко шея вот эту я знаю что ты сама себе не сделаешь и плюс мне нравилось как человек делает это все руками потому что это профессионал и вот прям очень вам рекомендую походить на курсы массаж лица почему потому что массаж лица входит и область шеи и декольте то есть вы раздеваетесь до бюстгальтера вот лежите вам там идет очищение подготовка то то все и затем пошел массаж там такая просто балдеж вот только ради этого походить также маски есть которые точно так не для большого уже обычный теннисный мальчик он уже такой где-то вот эти беленькие чтобы он хорошо держался подбородком и чтобы он поездил маски есть натуральные тем более сейчас у нас куча есть огурцов клубничка и так далее то есть да 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 все что мы видели в фильмах и в роликах это все можно накладывать и на лицо и на шею но не забываем что нужно все правильно очистить и умыться но девочки я как человек ленивый которому нужно просто бери и сделай поэтому я предпочитаю обычные маски которых у нас очень много берем обычную кисточку для масок у нас когда-то она была просто бомбезная кисточка у меня их 2 1 на цветные маски потому что они чуть-чуть окрашиваются и как бы полностью не вычищается ворсинки она просто на ну на беленькие гелевые просто нечто и вот именно когда вы наносите на лицо вы просто нанесите и на шею и на область декольте просто нанесите и не пожалейте дальше солнце защитка как я уже сказала ультрафиолетовые лучи очень негативно влияют тем более почти у всех кожа идет именно чувствительная и как я уже сказала солнце защитные крема которые мы изучали с вами которые многие покупали нужно наносить и на шею и на декольте то есть в принципе вы можете обычный спрей вот солнцезащитный то есть даже если вы забираете вот допустим у нас масло спрей для загара она по моему с spf 6 то есть она тоже идет с солнцезащитка какой то а вот есть молочко допустим или спрей солнцезащитный не забываем даже если вы просто идете в город просто вас маленькое декольте обязательно наносим солнцезащитку особенно те кто живут вот допустим как женя в краснодаре у вас там солнце мне кажется постоянно дальше салонные процедуры значит я думаю многие уже что-то где-то прочитали так как я уже сказала что всегда все будут рекомендовать свое как говорится им нужно продать свой ну заработать деньги и продать свои услуги продать свой товар опять же не забывайте что мы все с вами находимся в косметической компании где есть все и даже больше также давайте не будем забывать что у нас компания фаберлик единственная в мире которая имеет патент на кислородную косметику больше нигде такой косметики нет плюс не забываем что у нас всю косметику разрабатывается под началом римы корнеевой которая не последний человек не только в россии а в принципе и в европе как косметолог поэтому я привыкла доверять только нашим специалистам но я не могла про это сказать что салон конечно есть но ладно если у тебя позволяют деньги и ты можешь сходить и в тот же салон ты можешь ходить и на какие-то процедуры и там профессиональные и так далее и тому подобное а если ты не можешь себе этого позволить то что тебе уже ходить ужасно некрасиво нет у нас это все есть тем более вот у вас два дня осталось еще я думаю все купоны не потратили так значит этапы по уходу за шеей точно такие же как и за лицом как бы это не интересно звучало значит первый этап очищение течение дня вы знаете что оседает пыль плюс сейчас жара мы потеем там не только пыль поэтому обязательно нужно умыться правильно поэтому загрязнение я например вот помните я вам снимала видео как я умываюсь вечером я обязательно умываю затем обязательно протираю тоником обязательно если я наношу распылитель тоник или вот сыворотка тоник сыворотка восстанавливающий серии биомика мне очень нравится я наношу не жалея что с меня просто течет лицо шея область декольте точно так когда я наношу любую сыворотку и так далее и крем я тоже всегда повторяю по шее и декольте и ни в коем случае ничего не смываю а размазываю по рукам потому что рукам тоже нужен уход особенно если это уход дорогой который для лица протонизирование я сказала увлажнение утром и питание вечером значит опять же повторюсь есть крем для для декольте значит кремом для декольте вы увлажняете у нас я скоро покажу есть омолаживающий увлажняющий крем а питание вечером вы можете делать любой маской для лица просто будет шикарнейший бомбезный уход и опять же сыворотку по типу кожи никто не отменял то что я вам сказала и один раз в неделю рекомендуется проводить отшелушивание но хочу вам обратить внимание что как я уже сказала кожа шеи очень тоненькая очень тоненькая поэтому так как у нас скрабов много я еще раз вам повторюсь и рассказывала по моему в клубе красоты здоровья что в микродермабразии на сайте по моему не написано но вот когда-то у нас выходил по моему раз в квартал каталог страна фаберлик и там были очень классные они у меня кстати все есть во сколько я была дорегистрирована я их ну я плюшкин в общем меня все есть на офисе вот и я где-то читала что именно микродермабразию и то же самое пилинг можно делать на шею и на область декольте там вы я думаю вы видели там микро микро частицы они не навредят коже и декольте а вот если брать допустим скраб из серии оксиологи я думаю вы видели там больше геля и большие скрабинки такие голубенькие они большие можно а некоторые же могут ты что мне надо хорошо потереть и в итоге вы можете поцарапать повредить кожу потом будет все красное особенно если у кого чувствительная кожа будут такие как пазы вот и потом еще муж скажет где ты была что у тебя такая вся шея так что девочки не нужно вот и не забываем ультра фиолет защищаем начиная с весны вот кого-то с марта у нас в марте может быть еще снег поэтому у нас апрель май и до сентября иногда и до октября обязательно солнце защитка а если же у вас уже появились пигментные пятна из-за того что вы неправильно ухаживали и любители загорать значит вам нужно брать тоже те же самые наши отбеливающие кремики их два отбеливающие осветляющие значит надо отбеливающие и тоже наносить на шею и область декольте так тоже здесь вкратце рассказы значит пользоваться как нужно каждый день как бы это не плачевно каждый день идеал я уже сказала утро и вечер и нужно чтобы крем впитался то есть это не знаю что вы намазались намазались и плюхнули спать на подушку принимай подушка мои кремики нет точно так же когда вы ходите на улицу нанесли все потом пошли к примеру завтракать чтобы у вас все впитало чтобы обязательно прошло 20 минут так скрабы я сказала что один раз семь десять дней но я всегда делаю когда я делаю abc вот где-то я делаю его раз неделю раз в десять дней так и скраб точно так же как и лицо то есть вы можете по скрабировать а затем нанести увлажняющую маску чтобы уже вот эти омертвевшие клеточки которые вы от скрабировали чтобы они не оставались на шее и потом смазкой бы все это убрали такой что я сделала девочки кто знает как это вернуть можно плюс у нет че я сделала чё то я сделала подскажите на на каком я слайде я такого никогда не делала в общем оля на экспериментировала значит при выборе уходовой косметики нужно ориентироваться на плотность значит опять же повторюсь если маска вот если звучит будем рассказывать маска для шеи и декольте значит она плотная ее нужно носить вечером а если просто вот допустим серии эксперт вот что оксана показала на распродаже он не жиденький но не плотненький он нормальный крем его можно использовать и утром и вечером для молодой кожи хороши именно такие легкие кремики то есть это может быть и алоэ вера и василек и ромашка то есть можно легко кстати вот 20 плюс можно брать нашу серию ботаника и использовать вот именно как хорошее увлажнение и вот помните у нас были такие одноразовые масочки вот эти же одноразовые масочки шикарнейшие там ее как раз хватало на лицо шею и область декольте вот а уже после 35 нужно искать вот то что нам предлагает серия айсиул вот муцин улитки чтобы был коллаген вот сыворотка с коллагеном то есть серия эксперт и серия айсиул уже сто процентов для тех кто после 35 кто знает что я сделала значит как делать массаж для кожи и декольте сейчас будем показывать значит массажи очень и очень еще раз повторюсь полезные точно так как для спины для суставов для костей точно так и для шеи и главная цель чтобы вы потом особенно если у вас будет позволять деньги можно сказать все что мы сегодня видели мезонити крутые просто мезонити вот это гофре которое у вас на лице прям то что нужно так вот чтобы потом не идти к специалистам чтобы делали гофре на шее лучше всего сразу начинать делать массаж значит как я уже сказала массаж делается только от ключицы все массаж наносим крем наносим маску наносим сыворотку снизу вверх снизу вверх не так так мы растягиваем кожу и обязательно поднять вверх то есть напрячь саму по себе кожу на шее обязательно и вот таким вот образом делаем массаж сейчас будем показывать точнее рассказывать значит первый этап массажа это разогрев шеи нужно раскрытой ладонью поглаживающим движения провести несколько раз от ключицы вот где нас включится до ухо то есть вот таким вот образом разогреваем шею не растягивая ну конечно поднять голову затем поглаживание опять же раскрытыми ладонями поглаживание уже от ключицы к подбородку плечи расслабленные то есть без напряжений без ничего это нужно делать перед зеркалом конечно и затем голову наклоняем опять же делаем массажик в одну сторону во вторую обязательно и ну не нужно уже сильно тянуть чтобы потом вы сказали что вас там голова болит кружится что-то где-то треснуло и последнее это растирание приподнимаем ладонь и работаем только пальчиками только пальчиками работаем точнее подушечками и можно делать похлопывающим можно делать вот такие вот различные движения и точно так же не буду сильно вот это все у нас есть зоны декольте это я вам все скину что мне сделалось девчонки с этим как мне вернуть обратно кто знает вика ты не сталкивалась с этим что у меня стало так неудобно в общем будем смотреть так и и последнее движение это напрячь получается подбородок и попробовать то что я говорила достать языком кончик носа но у меня почему-то не получается буду обязательно тренироваться но это все работает и просто это легко делать но обязательно девочки это делаем не на сухую кожу а на крем то есть пожалуйста вы нанесли крем даже вот просто на ладошки и вы таким образом сразу и наносите крем таким образом и сразу делаете массаж или же нанесли маску на шею декольте и сразу делаете и массаж и маска работает время проходит так зона декольте точно так же круговые поглаживающие движения от центра в стороны затем разминка подушечками пальцев и закончили выжиманием это у нас вот на картинке я вам показывала в помощь сейчас продаются у нас вот по-моему вторая щеточка что-то в россии есть у нас то точно нету и вот не помню или такой ручной массажер у нас был в россии очень сильно отличается к нам эти аксессуары не доезжают поэтому если вдруг что-то доезжает я сразу беру и вот вам пожалуйста ну это конечно картиночка с интернета но все работает если делать что если применять и массаж и уход и плюс вот эти помощники массажеры и шея совершенно другая и например что самое классное что уходит второй подбородок я до сих пор помню свою первую фотосессию где из фотосессии я смогла ну сейчас то мне все равно а раньше вот у нас было больше сотни фотографий может только восемь я смогла их применить потому что на остальных мне я нигде не нравилось вторые подбородки то не так стою то волосы сюда улетели то еще что-нибудь а затем да когда уже поработал немножко над собой то понимая что под любую эту фотографию можно найти такой интересный пост и чем интереснее фотография тем тем смешнее точнее ее с нее будут смеяться классить и распространять твой пост поэтому сейчас мне как-то все равно обертывание в домашних условиях значит раз в месяц раньше у нас кстати была баночка девочки шоколадное обертывание по моему это серия бьюти кафе было вот сейчас их нет это было шикарнейшая штучка то есть нанес затем для лучшего эффекта еще себя пленочки приклеил и вообще красота так как видно она не зашла в продажи сейчас нету значит один раз в месяц обертывание это приятная эффективная процедура которая популярна в салонах красоты вот тот салон который я ходила да да там было такое условие как обертывание шоколадное сейчас у нас обертывание повторюсь сезон всего поэтому красивенько все убрали особенно о мне мама вчера давала огурцы я сказала ничего катать не буду мне ничего не надо взяла поесть это же можно было набрать огурцов чтобы декольте разложить воскресенье поеду наберу все не буду только говорить зачем ей потому что не поймет но нужно сделать клубники уже нет а вот огурцов сейчас море и поэтому обертывание подходит как вот именно с экстрактами клубники и так далее можно же делать вот эти различные в блендере взбивать вот именно вот огуречные и так далее и вот эти смузи грубо говоря накладывать на шею на лицо и на область декольте а так я например знаю сто процентов что лично я обертывание делать точно не буду если я сильно захочу мне проще сходить в салон но что маски для сейчас буду делать не только для лица но и на шею потому что если крем еще куда не шло но с масочками было у меня точно такое же упущение как я думаю и у всех вот вам пожалуйста как правильно делается маски так как я говорила накладывается шея область декольте обязательно конечно нужно убрать волосы чтобы ничего нигде не мешало вот различные маски значит если маска есть возрастная которая идет с подтягиванием овала лица вот вам пожалуйста пример зеленой маски как она носится что наносится хотя на шея область декольте но никто не запрещал чтобы нанести и на овал лица и вот с маской этой маской прекрасно можно походить 20-30 минут если маска написано чтобы не допускать увлажнения мысли с вами знаем что можно опырскивать активным нашим спреем он сейчас кстати на акции значит какие меры принять чтобы не утратила и побольше у нас была кожа зрелая значит как я уже сказала первое если особенно вы молодая и вы видите что с вашей шеи творится непонятно что в первую очередь девчонки нужно исключить различные серьезные заболевания то есть обязательно обязательно проверить себя просто обязательно а уже потом когда у вас все хорошо только потом заниматься омолаживающими процедурами потому что очень часто человек занимается какими-то эстетическими можно сказать процедурами а на самом деле проблема лежит намного глубже так это я наверное говорила да не значит выдает возраст говорила говорила и вот кстати для тех кто любит постели почитать именно вот лежа особенно подушку так поставить и очень или там посмотреть телевизор и так далее девочки нет нет и еще раз нет или же делайте так чтобы у вас удобно лежала голова вообще я думаю со школы все знают что читать уже нельзя это все зрение портит вот но шея опять же повторюсь я думаю вы видели что не помогает стареют все и звезды и певцы и все все полностью стареет не важно сколько у кого денег значит семь важных принципов первое должен быть постоянный точно так же уход как и за лицом просто возьмите себя в привычку что обязательно наносить крем но не забываем как мы правильно наносим дальше все три этапа что делаем на лицо делаем на шею дальше в качестве дополнительного ухода нужно использовать скрабы и маски обязательно скраб мы помним один раз семь десять дней после скраба обязательно нужно нести увлажняющую маску маску как ну допустим там два три раза в неделю как вы делаете для лица дальше защищать от солнца точно так же как лицо дальше в зависимости от возраста шеи полезные разные растительные ингредиенты значит до 30 лет это может быть и ромашка и василек и так далее и тому подобное а вот уже что касается 30 35 должен быть коллаген должен быть ретинол ретинол муцинулитки мы помним что муцинулитки у нас содержится во многих кремиках серии айсиул и в ночной маске массаж мы с вами изучили и обертывание так здесь наверное я тоже много что говорила сейчас мы по возрастам пройдемся быстренько значит так без дополнительного ухода кожа теряет упругость мы об этом говорили и уже после 20 нужно ухаживать тоже говорили пост особенно про смартфон мы тоже говорили после 30 орган организм вырабатывает меньше коллагена и кожа увядает быстрее это мы тоже проговаривали поэтому после 25 нужно добавить питательные маски и здесь мы говорим не про лицо а про кожу шеи декольте так а после 35 вот именно уже 30 точнее использовать именно возрастные серии после 30 потому что шея у нас получается стареет намного быстрее значит омолаживающий крем для шеи декольте что-то мне кажется что эту серию снимают производства и просто распродают потому что раньше эта серия серия стоила в белорусских рублях 23 29 рублей в зависимости от крема все полностью крема что дневной что для век что для шеи что маска все было 23 28 сейчас все распродается по 10 11 рублей в распродаже это возрастные серии эксперт хорошая отдушка и чем мне нравится вот именно эта серия что омолаживающего крема вот и думала взять вам показать и и забыла поверьте в общем на слово и значит что маска что крем что мне нравится что ты туда не там не соприкас не соприкасается ни воздух не пальцами ты не лезешь не лопатками ничем ты снимаешь эту сверху колпачок и там дозатор и получается ты просто нажимаешь дозатором 1 2 3 допустим и вот сколько нужно крема столько вылезла вверх и ты уже пошел работать точно так и маска вообще шикарнейшие штучки а дневной и для век тоже там дозатор вот такой вот но тоже что мне нравится что выходит прям все 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 я специально раскручивала смотрела все 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 выходит полностью полностью весь крем ничего внутри не остается не буду зачитывать составы у всех есть личные кабинеты но обратите внимание это самый бюджетный но хороший уход сейчас потому что эти крема были раньше более 20 рублей дальше уход 40 плюс вот вам пожалуйста ночное обертывание для шеи и декольте и я думаю сто процентов мало кто его брал и как видите это одна из семи процедур которые нужно делать обязательно то что я говорила что не буду делать обертывание да да и кстати он вот это обертывание оно по моему восемь шестьдесят девять но в наших белорусских рублях по каталогу это девочки шесть рублей своя цена и это не на один раз там на нормальное количество раз и опять же помним что если сорок плюс это не значит что нужно ждать сорока ни в коем случае плюс не забываем что шея стареет намного быстрее поэтому 35 легко и плюс смотрите по своему некоторые вот из-за того что все время неправильно было положение тела грубо говоря привожу пример себя у меня телефон появился в 20 лет вот ровно в 20 лет меня появился телефон это почти в 21 потому что я вот закончила колледж и на новый год я себе купила телефон очень хорошо помню а сейчас же вот подростки которые были подростки да еще и дети сейчас же молодежь не знаю сумели держать телефон и они уже держат поэтому представляете когда постоянно в таком положении шея поэтому чем раньше тем лучше не пробовала но я думаю если серия шикарнейшая по уходу за лицом дневной ночной для век маска будет просто превосходно и вот эта маска которая идет сразу на все лицо шея и декольте просто нужно брать она мне вчера пришла маска скульптор для лица шеи и декольте это самая без мирку как правильно вы кстати мирку или мираку наверно мирку здесь наверно бегающая а маска скульптор раньше она была самая сильная вот эта маска то есть если иногда бывают девушки и мы 40 но особенно у кого большой бюст или там допустим двое трое детей долго кормила грудью все таки грудь большая обвисла и так далее и из-за этого растягивается и некрасиво декольте так вот эта масочка мега крутая и она очень классно омолаживать если нужно куда-то идти то есть вот ты знаешь что у тебя завтра там какое-нибудь мероприятие ты вчера сделала сегодня где-нибудь до обеда сделала эту масочку и затем пошла на мероприятие мега крутой результат и прям я не пробовала у меня как бы таких проблем нет но просто девчонки рассказывали не зря называется маска скульптор то есть такое чувство что она как-то вот тебя как бы замораживает вот в той мимике с подтяжкой и ты вот какое-то определенное время проходишь просто нужно пробовать и мы скоро будем говорить что всегда когда вы попадете к психологу когда вы попадете к косметологу всегда буду что говорить о и вашем возрасте вам уже положено пройти мезотериопию понимаете какая-то вот процедурка там да 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 девочки ну потому что я правду говорю хотя я в этой ситуации не было но я очень наблюдательный человек и я прекрасно понимаю почему у кого-то где-то какие-то есть нюансики так вот девочки очень многие недооценивают нашу кислородную мезотерапию не зря я его специально сделали не в тюбике не в кремике не в баночке а виде шприца девочки потому что это иглоукалывание именно шприцы но дома и открою секрет но я вам не говорила в новом каталоге она на 6 рублей дешевле вы можете просто сами для себя взять привычку один раз в квартал делать вот для себя процедурку насколько хватит понимаете я например раньше опять же говорю как честно я тоже была такая я все экономила раньше у меня крема могло хватить на неизвестно сколько сейчас я не экономлю я вижу что моя кожа просит поэтому я даю есть только сколько нужно и я уже стабильно знаю что крема для век не хватит на месяц крема для лица тоже на месяц плюс-минус дневного может на чуть чуть больше почему потому что я периодически делаю маски и мне очень нравится лицо после масок поэтому я когда делаю хорошую маску я потом не так жалко что-нибудь наносить что я как бы ночной не пользуюсь вот но это как бы нормально и плюс дневной у нас увлажняющим как бы жидковат а ночной питательный его как бы на дольше точно так сыворотка кто-то пишет хватило на 10 процедур ну на 10 вечеров допустим кто-то говорит что на месяц но я вообще не знаю как можно месяц пользоваться там по моему 15 миллилитров вообще не знаю особенно если взять и вот эту мезутерапию пройти шею и область декольте но ты не знаешь что вы там уколы будете делать нет вы просто будете правильно наносить вот этот кремик просто рекомендую можно по купону взять просто сравните девчонки но в следующем каталоге она вот сейчас на 26 по каталогу белорусских я говорю рублях а следующем 20 по каталогу дальше я помню кидал у нас кто-то что брал маску бандаж я не брала так 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 я не брала но я как-то на нее не обращала внимание но сейчас последнее время реально в некоторых ракурсах да вот спасибо лариса брала люба кстати я сделала скрин напоминать не нужно и как долго ты носишь расскажи пожалуйста вот я хочу реально попробовать побороться со вторым подбородком я уже где-то был период и делала эти как их называют и массаж и вот эти как то там есть такое что резко открывать рот и здесь получается ты делаешь ну не пускаешь и резко открывать рот а сам руками не даешь вот в эти всякие процедурки три недели каждый день ничего себе под крем ну точнее крем нанесла и затем маску вот эту одеваешь да класс молодец вот это усидчивость вот эта цель человека молодец прям горжусь и вы просто сами для себя один раз как бы вы не любили по берлин вы просто сходите девчонки один раз какие-нибудь торговые центры девут профессиональная косметика то есть вот я недавно мы когда давали машину на тех обслуживание возили и там через 15 тысяч нужно и нас было четыре часа и мы просто погуляли с мужем ездили на такси по двум большим торговым центром и я просто походила девочки посмотрела цены если кто-то говорит что у вас дорого не хочется ругаться но хочется выругаться вы сходите и посмотрите когда шампунь 250 миллилитров 28-35 рублей и я прекрасно знаю что наша арису ничем не хуже и плюс здесь я уверена сто процентом качестве а там я не знаю ли там на самом деле джемоны или там же не джемоны а где-нибудь подпольная организация вот а здесь я знаю если это фаберлик значит это фаберлик все поэтому девочки просто сами для себя сходите узнаете и тогда вам не будет жалко денег вот эту штучку я вот кстати на эти криосферы я сразу обратила внимание не знаю почему может из-за того что они яркие красные вот это именно для массажа идет поднятие овала лица вот и я знаю что классно тоже будет вот носогубку убрать но опять же не забываем что вот это все делается или на сыворотке или на креме то есть не по просто не по сухому телу мы с вами наоборот еще хуже сделаем мы растянем кожу дальше сейчас быстренько 25-30 лет значит я уже говорила 25 лет пилинги 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 у всех есть а b c пожалуйста пилинг делаем лицо сразу с ушей декольте это намного дешевле чем ходить по косметологам затем микродермабразия как я говорила и затем ну если у нас есть c зачем потом что-то другое наносить опять же крем и затем уже как говорится смотрите сами нужно крем для декольте или нет дальше увлажняющие инъекции биоревелитализация это мы говорим уже по салону то есть это все за денежки и омолаживающие массажи дальше 30-40 лет боремся с морщинами значит опять же говорю 30 лет не забывайте даже если лицо у вас выглядит хорошо шея уже не так поэтому нужно значит хорошие крема возрастные с коллагеном с ретинолом обязательно вот мы говорили муцин улитки то есть все возрастные крема в нашем случае эксперт так уколы мы не делаем уколы у нас есть мезотерапия то что я говорила или же уколы которые из серии эксперт выдавливающиеся они как бы не заявлены что для шеи но я знаю что если у вас они наносит точечная помните Женя показывала как она межбровку разглаживала точно так же если у вас есть какие-то глубокие морщины на шее или в области декольте не помешает сто процентов просто вы наносите и втираете по массажу так как я показывала но только в свою проблемку она абсолютно не помешает ну и это просто с сайта что уже как говорится рекомендует вот косметологи опять же повторюсь их цель первую очередь продать себя потому что они этим зарабатывают но если у вас есть возможность пожалуйста идите косметологу если нет берите то что есть у нас просто нужно больше поработать всего лишь значит лифтинг мы знаем что у нас есть подтягивающий вот я вам говорила маска маска скульптор шикарнейшая штука если у вас есть какие-то нюансы глубокие значит возьмите и сделайте ее каждый день сделайте через день и вы вы просто потом сами себя не узнаете ну липосакция это уже стабильная процедура которую делают хирургическим вмешательством понятное дело под этим наркозом и так далее но я вам показывала фотографии актрис которых я думаю денежка есть но что-то видите не сильно они к этому стремятся почему потому что кто бы что не говорил но шея это такая вещь которая ну я вам показывала ее физиологические вот по анатомии что нужно это очень щепетильная работа очень щепетильная и не каждый даже имеющие деньги может лечь под этот под нож ну конечно есть какие-то эти индивидуальные я вот сейчас была на узи щитовидки мне сказали что есть там один какой-то узел то все и просто сказала для себя еще раз сделать проверку но уже не здесь а ехать на брест вот поэтому я сама для себя знаю шикарнейшую помощь живицы в этом деле до девчонки рассказывали что прям была назначена операция три месяца живицы и не рассосали сами по себе узлы но просто уже как бы без операции и плюс я заказала себе келт то есть я сама собой занимаюсь и не жду когда мне там врачи поставят чуть ли не крест а так конечно каждый смотрите по своей физиологии ну и 45 лет старше омолаживающая подтяжка конечно девочки не такая которая на сегодня была в чате я сначала не поняла что за что за красота там такая как это можно сделать без звука смотрела опять же это просто для ознакомления но опять же повторюсь вы просто сами за собой по ухаживайте в зависимости от состояния 3-6 месяцев и вы сами себя не узнаете вот вам даже юля максимович недавно кидала фотки разница год он нашему клубу девочки в ноябре будет год то есть мы еще не функционируем год а уже такие изменения и вот вам пожалуйста шея взрослых женщин которая выглядит совершенно по-разному конечно кто-то скажет они разного возраста я согласна но все равно женщина которая левее ну с моей стороны она бы могла хотя она может и худее но шея могла бы быть намного хуже качестве а все таки когда ты за собой ухаживаешь это совершенно разные вещи и опять же помоложе вот кстати точно такой вариант точно такой вариант как мы видим слева я видела на этой неделе у одной женщины и я знаю что она за меня старше на 6 лет и у нее было девочки точь-в-точь у нее небольшая грудь просто вот так вот человек себя запустил так мы про это поговорили популярные процедуры для омоложения кожи это получается в общем я не буду зачитывать все я зачитаю то что мы делать можем у себя это химические пилинги я вам про это говорила и мезотерапия мезотерапия это укольчик который я скидывала а вот все что касается различные инъекции уколы в общем все 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 это мы даже не будем говорить так и что же делать чтобы кожа оставалась подведем итоги эстетически привлекательно и подтянутой значит первое про осанку мы уже с вами знаем про правильную подушку мы знаем про солнцезащитку мы знаем значит очищение обязательно увлажнение увлажняете лицо не забываем шею и декольте дальше когда умываемся шея очень полезно прохладный душ просто очень полезный дальше давайте шея нагрузку то есть делайте упражнения вот эти сами для себя но опять же не так как все по 10 если мы будем все по 10 вот у меня в эту сторону как-то плечо подымается не хочет шея вращаться вот видите не знаю почему и кстати да если я ношу телефон я всегда так могу его носить, но не в эту сторону, вот вам, наверное, от этого все понятно, сама с собой поговорила, дальше обязательно снимайте зажимы, ходите на массаж, не жалейте, и все слави девчонки скину, я уже заканчиваю, просто сами для себя делайте массаж шеи, делайте массаж декольте, если чувствуете, что шея затекла, значит, как я уже показывала, повращайте головой, глубоко дышите, разомните шею кончиками пальцев, не забываем, что шея у нас и сзади, обязательно не забываем, потому что некоторые забывают, так что крем получается, наносим, значит, хорошо, что вспомнила, значит, крем, когда наносим, вот получается, вот таким вот образом, и не забываем, что сзади у нас тоже есть шея, так что волосы нужно убрать 100%, ну и разумеется, никому не повредило здоровое питание, поэтому мы уже с вами проговорили, что как правильно питаться, убрать различные перчики, солености, жирность, различную, кока-кола и так далее и тому подобное, и будьте, конечно, здоровы, а о красоте позаботиться в Аберлик, ух ты, вложилась, как и собиралась в полтора часа, всем спасибо, кто пришел, как и обещала, скрин сделала, кто пришел на сам вебинар, получит небольшой сюрпризик, в личку вы получите, но оно у меня, правда, не доделано, как доделано, обязательно сброшу именно опыт, как и себя проверить, на какой вы стадии старения находитесь похоже, и потом, как говорится, проводить опыты над своими знакомыми, чтобы все знать и все уметь. Спасибо всем, кто выдержал эти полтора часа тавтологии, потому что информации очень много, я и так испугалась тогда, 53 слайда, но, девчонки, не забываем, что шея – это наше второе лицо. Все, всем спасибо, кто пришел, Лариса, спасибо, что делишься, обязательно поделись, покажи себя, как ты ходишь, как ты его надеваешь, этот бандаж, не очень интересно. Все, всем пока!